Занимательная история произошла с пассажирами самолета, которые летели из Южной Кореи в США. Мама-грудничка передала записки пассажирам самолета. И это настолько мило, что даже не верится. Кажется, люди делятся на тех, кого раздражают шумные дети в общественных местах, и на тех, кто относится к этому с пониманием. Однако и те, и другие согласятся с тем, что в первую очередь важна реакция взрослого. Если он пытается успокоить ребенка, но у него это не выходит, то разве можно винить родителя? Занимательная история произошла с пассажирами самолета, которые летели из Южной Кореи в США. Среди них была молодая женщина с 4-месячным грудничком и ее мама. Все вместе они летели из Сюла в Сан-Франциско. И для ребенка этот перелет был первым, чтобы задобрить около 200 пассажиров. Мамочка раздала всем пакетики со сладостями, берушами и трогательной запиской. Привет, я Джун Ву, и мне 4 месяца. Сегодня я лечу в США с мамой и бабушкой, чтобы увидеться с детей. Я немного нервничаю, потому что это мой первый полет. А это значит, что я могу плакать и создавать много шума. Я постараюсь вести себя тихо, но не могу этого обещать. Пожалуйста, простите меня. Моя мама приготовила для вас маленький пакетик. Там вы найдете конфеты и беруши. Наслаждайтесь путешествием. Гласила записка. Эту историю опубликовал один из пассажиров самолета, и она моментально стала вирусной. Однако пользователи сети отнеслись к такому по-разному. Кого-то это унылило, а кто-то откровенно возмутился. Наверное, это было очень приятно. Собрать 200 пакетиков с ребенком на руках – это столько работы. Писали одни. Это хороший жест. Но люди должны относиться к этому с пониманием. Они заставляют родителей чувствовать себя неловко. Все мы когда-то были детьми, комментировали другие. Кого-то эта история и вовсе расстроила – это грустно. Она не должна была так делать. Мы, люди, сами должны относиться к этому с пониманием. Однако опасения матери были напрасны. За все 9 часов перелета малыш ни разу не заплакал. Автор поста поделился своим мнением – очень трогательный жест матери. Вы знаете, когда у вас есть дети, можно ожидать чего угодно. Но малыш не издал ни звука. Впервые вижу, чтобы так заботились о комфорте других. С другой стороны, любой адекватный человек должен понимать, какие проблемы могут возникнуть с грудничком. А что ты думаешь по этому поводу?